Итак, сегодня 10 ноября, а вот буквально 10 ноября 1910 года, 102 года назад, из своего дома в Ясной Поляне ушел 82-летний Лев Николаевич Толстой. На его столе осталось письмо для Софьи Андреевны. «Отъезд мой, огорчит тебя, сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение моё в доме стало невыносимым. Кроме всего дурного, я не могу более жить в тех условиях и роскоши, в которых я жил, и делаю, что обыкновенно делают старики, уходят из мирской жизни, дабы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни». Своё последнее путешествие он начал на станции Козлова-Засека. По дороге он заболел воспалением лёгких и вынужден был сделать остановку на маленькой станции Остапова, ныне Лев Толстой и Липецкая область, где 20 ноября и умер. «Священная мысль о прекрасной стране жила в сердце Толстого, когда он шёл за Сахою, как истинный Микула Селянинович древнерусского эпоса, и когда он, подобно Беме, точал сапоги. Вообще искал случай прикоснуться ко всем фазам труда. Безустрель разбрасывал этот сеятель жизненные зёрны, и они крепко легли в сознание русского народа. Безчисленные дома имени Толстого, Толстовский музей, библиотеки и считальные его имени. И разве что можно было бы обратить к лучшему завершению труда Толстого, как его уход в пустыню и кончину на маленькой полустанке железной дороги. «Удивительный конец великого путника», — сказал Оливье Николаевич Толстом Николай Рерих. Вот такой вот интересный фокус, интересный факт. Ну, как бы есть немножко время. Давайте я вам, что ли, анекдотов немножко расскажу о Оливье Николаевичем. Вот о престижной Нобелевской премии по литературе говорит хотя бы такой факт. Лев Толстой не получил этой премии в 1906 году, зато её получил итальянский поэт Кардуччи, известный только Виталий и только тем, что получил Нобелевскую премию по литературе вместо Льва Толстого. В падении популярности русской классики среди российской молодёжи прежде всего виноваты школы. Представляете разочарование тенейджеров, когда на уроке литературы они узнают, что Лев Толстой не писал анекдотов про поручика Ржевского, а писал только про Наташу Ростову. Вообще, кто такой Лев Толстой? Вот Лев Толстой — это известный сценарист, автор сценария нашумевшего голливудского блокбастера Анны Каренина. Нормальненько. Так, один анекдот на украинском языке, позволю себе. Как же я ненавижу Льва Толстого. Чотири томи войны и миру написал. Обалдеть же можно. Ты что, читал? Не, а, ксерю. Лев Толстой очень любил детей. Я однажды разыграл с ними весь день и проголодался. Сонечка говорит. Ангелочек, сделай мне тюрьку. Она возражает. Левушка, ты же видишь, я войну и мир переписываю. А-а-а, возопил он. Так я и знал, что тебе мой литературный фемиам дороже моего личного я. И костыль задорожал его в судорожной руке. Лев Толстой жил на площади Пушкина, а Герсон — в Никитских ворот. Обоим по литературным делам часто приходилось бывать на Тверском бульваре. Если уж встретится беда, погонится Лев Толстой, да хоть раз и врежет костылем по башке. А бывало и так, что в пятером оттаскивали, а Герсона из фонтана водой в чувства привозили. Вот почему Пушкин к Вяземскому в гости ходил и в окошко сидел, смотрел. Так этот дом теперь и называется, дом Герсона. Лев Толстой очень любил играть на баллайке, но не умел. Бывало, пишет роман «Война и мир» и сам думает. Лев Толстой очень любил детей. Утром проснется, поймает кого-нибудь и гладит по головке, пока не позовут завтракать. Однажды Лев Толстой спросил Достоевской, царствие ему небесное. Правда, Пушкин плохой поэт? Неправда, хотел ответить Достоевский, но вспомнил, что у него не открывается рот с тех пор, как он перевязал свой треснувший череп и промолчал. Молчание – знак согласия, сказал Лев Толстой и ушел. Тут Федор Михайлович, царство ему небесное, вспомнил, что ему это все снится во сне, но было уже поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Лев Толстой и Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, поспорили, кто лучше роман напишет. Судить пригласили Тургенева. Толстой прибежал домой, заперся в кабинете и начал скорее роман писать. Про детей, конечно, он их очень любил. Достоевский сидит себе и думает, Тургенев – человек робкий. Он сейчас сидит у себя и думает, Достоевский – человек нервный. Если я скажу, что его роман хуже, он и зарезать может. Что же мне стараться? Все равно денежки мои будут. Это уже Достоевский думает. На сто рублей спорили, а Тургенев сидит все время у себя и думает. Достоевский – человек нервный. Если я скажу, что его роман хуже, он и зарезать может. А с другой стороны, Толстой граф тоже лучше не связаться. А ну их совсем. И в ту же ночь уехал в Базен-Базен. Лев Толстой очень любил детей и присылал про них стихи. Стихи эти списывал в отдельную тетрадку. Однажды после чая подает тетрадь жене. Глядите, София, правда это лучше, чем Пушкина? А сам сзади стоит, костыль держит. Она прошла и говорит, нет, Левушка, гораздо хуже. А чье это? И тут он ее по башке трах. С тех пор он всегда полагался на ее литературный вкус. Лев Толстой очень любил детей. Однажды он шел по Тверскому бульвару и увидел впереди Пушкина. Конечно, это уже не ребенок, это уже подросток, подумал Лев Толстой. Но все равно, дай догоню и поглажу по головке. И побежал догонять Пушкина. Пушкин же, не зная толстовских намерений, бросился на утек. Пробегая мимо городового, сей страж порядка был возмущен неприличной быстротой бега в людном месте. И бегом усремился с целью остановить. Западная пресса потом писала, что в России литераторы подвергаться преследователям со стороны властей. Ну вот, пожалуй, все на сегодня.